Ребят, всем привет, вы на канале TESLAB, и сегодня у нас продолжение прошлой темы про светодиодные линзы. Потому что в прошлом тесте я видел много комментариев по поводу того, чтобы вы хотели, чтобы я сравнил светодиодные линзы уже с ксеноновыми линзами. Поэтому мы поставили в ксеноновую линзу Hella Air обычную дешманскую ксеноновую лампу за 350 рублей. Подключили ее к обычному дешевому блоку, вот он здесь лежит. И сейчас я включу эти две линзы, одну линзу светодиодную и одну ксеноновую. И вы наглядно посмотрите, как вообще светятся ксеноновые линзы и диодные. Погнали! Ну, наверное, кто сильно прошаренный, он уже сразу догадался, где светодиодная линза, а где ксеноновая. Почему? Потому что ксенон, он как правило разгорается. Он разгорается постепенно, а светодиод сразу включается. Итак, лампы разгорелись, и что мы можем констатировать? Констатировать мы можем то, вот по крайней мере, как я вижу. Я вижу то, что светодиодная линза ничем не уступает ксеноновой. Более того, я вижу, что в центральной части освещенность значительно выше, чем у ксеноновой. Для тех, кто до сих пор не понял, соответственно, верхняя линза это ксенон, нижняя это светодиодная линза. У ксеноновой линзы гораздо лучше, конечно, более равномерная такая заливка, но в центре видно, что она светит слабее, чем светодиодная. Поэтому, ребят, те, кто сомневаются ставить светодиодные линзы или не ставить, дадут ли они вам достаточно света или не дадут, я могу сказать одно, ставьте даже не переживайте. Эти линзы действительно ярко светят, гораздо ярче, чем светодиодные лампы в линзах, и ничем не хуже, чем ксенон, а зачастую даже и ярче. Ярче почему? Потому что дорожные таблички, дорожные знаки, разметка, пешеходные переходы, они значительно лучше видны именно в свете светодиодных линз. Это я сам ездил, я замечал, что такие таблички начинают как будто бы прям светиться. Ну и сейчас я уже вам показываю табличку, как я бегал и замерял уже световое пятно по точкам, чтобы более детальную картину вам дать. Как вы видите, ксеноновая линза даёт более равномерный свет, но светодиодная значительно в центре опережает именно ксеноновую линзу. Значительно опережает почти в два раза, как мы видим. Ну до кучи, поскольку вы меня просили именно еще и добавить туда галоген, сейчас я добавлю галогеновую линзу и вы увидите разницу. Я ее также замерил, ее показатели вы также можете видеть на экране. Ребят, и если мы принимаем освещенность от галогена по точкам за 100%, то освещенность на светодиодных линзах дает нам 216%. Я вот сейчас табличку подглядываю, а освещенность от ксеноновой линзы дает нам 191%, то есть чуть-чуть меньше, чем светодиодная. Так, ребят, ну надеюсь, что наиболее наглядно и детально информацию по поводу сравнения светодиодных линз и ксеноновых линз я вам дал. Но если какие-то у вас вопросы есть, то безусловно все равно пишите их в комментариях, я на них постараюсь ответить. И если эта информация была для вас полезна, ставьте лайк, если была бесполезна, либо вы считаете, что все должно по-другому, ставьте дизлайк. Ну а с вами был как всегда Андрей Финашин, и до новых видео.